Всем огромный привет! Сегодня будет, наверное, для меня долгожданное видео, которое я давно собиралась отснять. Это видео о моих таких небольших заказах с сайта Алиэкспресса. Здесь будет и для ребенка, и для дома заказы, также заказы для спорта, одежды. И давайте начнем! И чтобы у меня не пустовал мой задний план, начну я именно с подушек, про который меня многие спрашивали, на самом деле, чуть ли, наверное, не в каждом видео, но очень часто спрашивают у меня, откуда эти подушки, где заказывала, и ссылочку просили, я уже кидала ссылочку. Ну и, кстати, все ссылки на те товары, которые я заказывала, они будут внизу в инфобоксе, нужно нажать кнопочку развернуть. Итак, приступим мы к подушкам. Заказывала я три наволочки антистресс. Очень знаменитые наволочки, у многих блогеров я их видела. В первую очередь, конечно же, наволочка, которую я первую закинула, это была вот такая русаличья наволочка с переходом цвета, с таким очень красивым, от зеленого к синему, лазурному, такому, ну, очень красивый цвет. Так как это антистресс подушка наволочка, то здесь можно менять цвет ее, ну, тот цвет, на который меняется, он у меня, в общем-то, не очень устраивает, потому что это просто матовый черный. Может быть, в каких-то интерьерах он будет очень даже уместен, но вот в интерьеры моей спальни мне этот оттенок не нравится, поэтому эта наволочка у меня другим цветом не становится, а вот остается именно такой, очень красивый и очень яркий. Вторая наволочка уже вот в таком оттенке, это розовый, девчачий, красивый оттенок. Меняется эта наволочка на яркий золотой, такой прям насыщенный золотой, и здесь, конечно же, я уже по настроению, по желанию могу менять оттенок этой подушки, и вот чем мне еще эти наволочки нравятся, что вы можете менять оттенки. Третья подушка, это в основном именно золотой оттенок, это что-то наподобие бронзы, наверное, и переделывается в более бледный золотой цвет, но также красивый. Из всех трех, наверное, именно у этой наволочки вот эти чешуйки самые мягкие и легко поддающиеся для рисунка, и правда, знаете, какой-то антистресс эффект эти наволочки имеют. Вот, действительно, порисовать иногда, вот так интересно. Они не колючие, в общем-то, на них лежать можно. А с обратной, кстати, стороны я вам не показала, здесь идет просто атласная ткань, а с этой стороны такая бежево-золотая, а здесь у нас розовая, и у этой подушки черная. Стоили эти наволочки по 171 рублю. Насколько я помню, сейчас может цена быть другой, помнится мне даже, я как-то заходила по ссылке, была цена 500 с чем-то рублей, но потом я еще раз заходила, а цена была 200 рублей, то есть вот она вот так варьируется, нужно смотреть, поэтому заходите, смотрите, какая сейчас. Что касается также покупок для дома, то покажу крупным планом, то, что светится у меня сзади. Это такая гирлянда, которая развешивается на окна, на какие-либо шторы, можно даже просто на стену развесить, и будет очень красиво смотреться. Она часто используется где-нибудь на фотосессиях. Я себе приобретала длину 2 на 2 метра. Там можно выбрать разный размер, и более длинную, и покороче, насколько я помню. Я взяла себе холодный оттенок, еще есть, по-моему, теплый оттенок этой гирлянды, и мне она очень нравится. У нее несколько режимов переключения, она по-разному может мигать, либо стационарно светиться. У нее обычная вилка, которая подходит нашим розеткам, никаких проблем у меня с ней не возникло, я ее развесила, и она у меня очень красиво светится, и очень она мне нравится. Также никакого брака, все фонарики, все вот эти вот светильнички работают отлично. Давайте перейдем к Лисюшкиным заказам. Я ей заказывала вот такое вот очень красивое, шикарное платье. Темно-синего оттенка. Я заказывала не только на Новый год ей его, но еще и для того, чтобы она выступала, так как она у меня часто выступает, где-нибудь поет, или может стихи где-то рассказывать, то нужна нам такая одежда, в которую можно было бы это сделать. Платье, которое к нам пришло, оно очень красивое, и сзади, смотрите, какой оттенок. Он действительно вот на камеру очень красиво передается, можно сказать, какой он в жизни. По юбке есть блестки, которые осыпаются, но вот сколько мы уже и одевали, и дома одевала, в общем-то, не все они осыпались и остались. Стоило это платье 556 рублей. Очень хорошая цена. У нас в городе, по-моему, не встретишь такого качества платья за такую стоимость. Сзади также все поясочком завязывается. Здесь очень много подъюбников, которые все надо разглаживать. И платье пышное. По передней части имитация розочек, сделаны они из такой сетки мягкой, приятной к телу. У меня ростовка 140, лисюшка у меня ростом где-то 120 см. Я всегда заказываю на Алиэкспресс ростовку больше, потому что, ну, как-то вот несоответствие у них почему-то. В основном у детской одежды так совсем несоответствие по ростовке. Сзади имеется скрытый такой потайной замочек, который хорошо расстегивается, длинный он. И никак нигде не колет внутри, так как здесь еще внутри. Прошито все вот такой подкладочной тканью. Она, конечно же, полиэстер, но, в общем-то, такие нарядные платья, по-моему, хлопковыми-то не бывают. Далее платье, к которому у меня есть претензии. Мы его очень ждали. Ждали именно на выступление. У меня дочьа пела песню в таком руссконародном стиле. И, ну, вот такие пышные бальные платья как-то не подходят, поэтому я решила ей выписать вот такое платье. На ленту не смотрите. Ленту я пришивала сама, потому что, в общем-то, претензия моя в том, что оно ей широкое довольно-таки. Мне не очень нравится, как на Лисюше оно смотрится. Мы его очень ждали, и оно у нас на выступление не пришло. Самый долгий заказ из всего, что я вам покажу, сколько я ждала. В принципе, качество ткани меня устраивает. И по внутренней части как раз-таки подклад хлопковый. Ростовка у меня была 130. Я эту бирочку отрезала, чтобы она Алисе никак не терла, не мешала. Очень яркое платье, очень красиво. Оно соответствует по оттенку, по цвету, какой представлено на сайте. Действительно ярко малиновый. Вот прям тоже очень хорошо камера сейчас его передает. У него завышенная талия, и за счет этого смотрится оно как бабы на чайнике, что ли, сравните, я не знаю. Ну, в общем-то, мне как-то не очень нравится. Ростовка 130, повторюсь, Лисюша 120. И оно ей вот прям по росту, тика в тику, еще немножко, и будет совсем коротким. Длинный рукав. Предполагалось, что вот как раз-таки зимой его куда-то одевать можно будет, но, знаете, так как по ростовке оно и тика в тику, нам этого платья надолго не хватит. А что мне еще не очень нравится, что рукава, они тоже широковаты ей, и как-то это громоздко смотрится. Плюс, на мой взгляд, не нужно было делать сюда вот эту вот подкладку хлопковую, так как она как-то стягивает наружную ткань, либо пришита не очень качественно. Не знаю, вроде бы строчки, это все ровненько сделано, и оно смотрится красиво, так издалека, если не придираться, в общем-то. И поэтому я решила сделать ленту, ну, это у нас такой черновой вариант, быстро-быстро нам нужно было на выступление. И вот такую ленту я купила широкую. Когда ее подвяжешь, немного стянешь в области талии, то более-менее, на мой взгляд, смотрится. По спинке здесь идет замочек, который по тайной такой хорошо работает. В общем-то, вы все увидите сами, напишите в комментариях, как вам кажется со стороны, нормально оно смотрится, или все-таки не очень. И еще к этому платью в комплекте шла вот такая сумочка. Ну, сумочка на лето, конечно, останется. В общем-то, почему бы нет, да, ребенку, думаю, будет интересно девочке. Тем более сумка яркая такая, смотрите, красивая, круглая на замочке. Здесь у нас вот так вот все. Ну, будет играться, будет сюда что-нибудь, телефон, например, свой ложить, или какие-то мелочи. В общем-то, сумка-то нормальная такая. А стоил этот комплект, где-то за 800 рублей его выписывала. Я считаю, что дорого. Теперь давайте перейдем ко мне. Заказывала я себе две шапки. Решилась попробовать заказать две шапки, так как цена была очень приятная, и хотелось попробовать. Первая шапка вот такого плана, такой вязки, крупной вязки. Она связана в один слой. Это не такая толстая, теплющая шапка. Связана она из акрила. Здесь есть вот такая пометочка, что сделано в Китае, стирать при 30 градусах. Я себе заказывала бежевый оттенок, но смотрите, здесь он как меланж бежевый, что ли, можно назвать, с более темным оттенком. Переплетается нити, и здесь был помпон. Помпон мне как-то не очень понравился. В принципе, я и предполагала, что я его уберу, потому что я в комментариях много читала, что убирают женщины этот помпон, и без помпона смотрится все хорошо. Поэтому я уже и предполагала, что я так сделаю. На самом деле, когда мне шапка пришла, я померила и убедилась в этом. Шапка теплая, я в ней гуляла уже. Она приятная, она никакая не колючая, не чесучая. В общем-то, меня она полностью устроила, и как на мне смотрится, меня тоже она полностью устроила. Теплая она действительно. Вторая шапка немного подороже, 468 рублей стоила, но она вот действительно зимняя. Зимняя на самые, наверное, морозы, какие могут быть у нас в Сибири. Это шапка молочного оттенка. Я не скажу, что он белый. По-моему, на сайте он все-таки белым указан. Но также по комментариям я знала, что придет более молочный оттенок. Шапка то ли сангора идет, потому что вот она такая пушистенькая. Но на сайте там указано в составе, что кролик якобы присутствует. Не знаю. Она уже была без помпона. Вот такая, какая она представлена на сайте, такая она ко мне и пришла. Шапка двойная. Здесь она, кстати, пришита. Она двойная и очень теплая. Очень-очень теплая. Не скажу, что она на крупную голову. Она немного мне как-то тесновато кажется. Ну, посмотрим. Я ее постираю, что с ней еще будет после стирки. Вот предыдущую, которую я вам показывала, та и на большую голову подойдет, нисколько не стесняет. А вот эта вот как-то немножечко стесняет. Может быть, из-за того, что она двойная. И очень-очень теплая. Повторюсь в очередной раз. Вот этот отворот, его можно регулировать. Можно сделать прям большой-большой отворот. Ну вот я как раз таки делала большой отворот. Мне так больше нравится, как она на мне сидит. Присмотритесь, если кому-то понравилось, то вот такая вот интересная шапочка. Моя неудачная, наверное, все-таки покупка – это вот такое платье. На сайте, по крайней мере, указано, что это платье. На самом деле это туника. Потому что она немного-немного прикрывает пятую точку. Также на сайте указано, что состав здесь хлопок, вязанный хлопок. Но на самом деле это галимая синтетика, галимый полиэстер. Ну, я думаю, вообще даже видно тут без слов, да, вот светится вот это вот все. Я, в общем-то, покупала для того, чтобы дома ходить, чтобы на Новый год одеть. И еще, кстати, одевала ее на новогоднюю тренировку, когда проводила перед Новым годом. Вот в ней плясала. В общем-то, ее можно носить. Я не скажу, что моему телу плохо от того, что я ее одеваю. Но, конечно же, это не то, что предлагает продавец, да, пишет, что он совершенно другое. И у меня рост метр шестьдесят, и мне она вот еле-еле прикрывает, повторюсь, сменные места. А так, это платье яркое, смотрите, такое новогоднее. Его можно еще одевать, например, когда макияжи какие-нибудь буду делать или влоги снимать, да. Ну, в общем-то, для того, чтобы дома носить, я посоветовать вам не могу эту вещь, потому что, думаю, такая вот голая синтетика, ну, не особо понравится. Что касается спортивного, то заказывала я себе два спортивных бюстгальтера. Первый, который ко мне пришел, был вот такой вот. размер М-ка, но мне размер М-ка как-то туговато казался, поэтому следующий, который я заказывала, я заказывала размер L. Это черный, обычный стандартный черный спортивный бюстгальтер с чашечками, чтобы была поддержка, чтобы все было удобно. За него я отдала всего 163 рубля, и это, конечно же, не хлопок, полиэстер, но, знаете, на тренировке меня никак это не раздражает, опять же таки. Спинка здесь вот такая вот удобная, ну, так-то по носке он нормальный. И второй, это уже размер L, насколько я помню, он подороже был, 283 рубля вроде бы стоил, но его и видно, да, что он побольше, соответственно, покомфортнее. Здесь немного пошире спинка, также чашечки, которые все хорошо удерживают, и с удовольствием я вот в таких спортивных бюстгальтерах занимаюсь. Захотелось мне еще какую-либо маечку приобрести, и вот из спортивных нашла вот такую, как борцовка, можно ее назвать, не майка, а сплошные лямки. Майка стоила это 340 рублей, где-то так, вот такого очень красивого фиолетово-баклажанового оттенка. У нее очень большие вырезы, поэтому, если вам есть что скрывать, то, наверное, оно вам не подойдет. И это у меня размер S, 90% полиэстер, 10% спандекс. В общем-то, такая удобная, а вы ее особо не ощущаете на себе. По швам немного есть претензии в некоторых местах, но, в принципе, такая неплохая маечка имеет место быть. И последнее, что я вам сегодня покажу, это будут очередные мои леггинсы. Очень яркие вот леггинсы, я осталась вообще в полном восторге. Смотрите, какие они классные. Это просто бомбы цвет. Классные они, классные, классные. Стоили они 313 рублей. Эта цена вообще сказка. У них высокая посадка, что мне нравится. Очень приятная ткань. Конечно же, это тоже полиэстер. Но, так, 88% полиэстера, 12% спандекса. Стирать при 30 градусах. И это, так как эта фирма Zohra, в общем-то, много на Алиэкспресс. Именно от этой фирмы представлена такая вот спортивная одежда, леггинсов. Они очень яркие, они не просвечивают. Здесь довольно-таки плотная ткань. Могу посоветовать их. Но совсем-совсем прям худеньким они вам будут большие. Они мне немножко так большеватые. Но, в общем-то, не шибко критично. Смотрится здорово. Очень красиво в зале это все дело смотрится. Поэтому присмотритесь обязательно. Кто любит спортивные вещи, именно яркие. Ну вот и все. Буду с вами прощаться. Надеюсь, было вам полезно, интересно. Что-то для себя отметили. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, что вам понравилось. Что бы вы хотели взять себе. И всем до скорой встречи. Пока-пока.